МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Десять миллионов на соцпроекты. Некоммерческие организации борются за финансирование своих программ и средств, полученных Заречным за победу в конкурсе «Росатом вместе». Мы решили, что данные средства мы направим на задачи социальной направленности. Есть такая профессия – родину защищать. В Заречном открылся одноименный военно-патриотический смотр-конкурс. Все вы являетесь славными продолжателями тех традиций, которые зарождали ваши деды, отцы. От трех до восьмидесяти. Тысяча восемьсот спортсменов-любителей разных возрастов вышли на старт 37-й всероссийской массовой лыжной гонки в Заречном. Как лыжная Россия бывает, так я всегда и участвую. Я молодая была, а сейчас уже много лет и все равно участвую. И теперь об этих и других новостях подробнее. Некоммерческие организации Заречного борются за финансирование своих проектов из средств госкорпорации «Росатом». 10 миллионов рублей наш город получил за победу в конкурсе «Росатом вместе». В бизнес-инкубаторе «Импульс» прошла встреча главы города и руководителей НКО с представителем госкорпорации по атомной энергии. На ней обсуждались проекты, которые претендуют на финансирование. С подробностями Наталья Елистратова. Развитие спорта, культуры, поддержка многодетных семей или помощь бездомным животным. На что будут потрачены 10 миллионов рублей, которые Заречный выиграл в конкурсе «Росатом вместе» в 2018 году. Я ваш город очень поздравляю. Вы у нас лучше всех. И среди городов от Мотрасли прошли конкурс «Росатом вместе» в 2017 году. И, естественно, что победили благодаря всем, благодаря тем, кто активно непосредственно принимал участие в создании каждого этапа. По условиям конкурса, многомиллионный денежный приз может быть потрачен на решение социальных проблем. Такие проекты были представлены на встрече с руководителями некоммерческих организаций в бизнес-инкубаторе «Импульс». Но претендентам на получение выигранных городом средств еще предстоит доказать, что именно их идея достойна финансирования. К нам приехали специалисты госкорпораций для того, чтобы проконсультировать наши некоммерческие организации, наши учреждения с тем, как правильно оформлять эти проекты, как готовить документацию. Мы решили, что данные средства мы направим на задачи социальной направленности, потому что мы считаем, что это одна из самых важных задач, одной из важных направлений, которые сейчас особенно востребованы нашими жителями. Глава города Олег Кальманов поручил руководителям некоммерческих организаций Заречного доработать и представить свои социальные проекты в течение ближайшей недели, после чего все эти идеи и предложения будут отправлены на согласование и утверждение в госкорпорацию «Росатом». В Заречном стартовал традиционный городской смотр-конкурс «Есть такая профессия – Родину защищать». 12-й по счету. В этом году он посвящен двум памятным датам – 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан и 80-летию Пензенской области. На участие в смотре конкурсе заявилась 31 команда детских садов, школ, учреждений города. Есть в этом году и новички. Департамент образования выступает в смотре не только в роли соорганизатора, но и в качестве участника с командой «Учитель». С торжественного открытия 12-го городского смотра конкурса «Есть такая профессия – Родину защищать» – репортаж Ксении Тризны. Более 30 команд принимают участие в 12-м городском смотре конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать». За победу борются воспитанники детских садов, ученики школ, студенты, работники городских предприятий и организаций, военнослужащие, сотрудники МЧС. На этом конкурсе, плечо к плечу, рука в руке, стоит маленький и взрослый гражданин нашего общества и зареченец. Поэтому я считаю, что какое бы место вы не заняли в этом конкурсе, вы уже победители, потому что вы патриоты своего города, своей области, своей Родины. Все вы являетесь славными продолжателями тех традиций, которые зарождали ваши деды, отцы. Я хотел бы вам всем пожелать удачи, успеха, совершенствования своего мастерства, чтобы вы действительно стали настоящими защитниками своего отечества. В этом году в борьбу вступили новые участники. Свою команду на конкурс «Есть такая профессия – родину защищать» представил городской департамент образования. Мы решили собраться, поучаствовать, интересно, попробовать свои силы во всех конкурсах. В этом году смотр-конкурс посвящен двум знаменательным датам – 30-летию вывода войск из Афганистана и 80-летию Пензенской области. Эти темы нашли свое отражение в программе испытаний. В частности, им было посвящено одно из первых заданий – тест по истории. Кроме этого, конкурсантам предстоит посостязаться в меткости, скорости, продемонстрировать другие спортивные навыки. Это реально очень хорошая подготовка. Вот я собираюсь поступать в Пензенское артиллерийское училище, и я надеюсь, это мне поможет. Одним из самых ярких и зрелищных этапов конкурса «Есть такая профессия – родину защищать» станет смотр, строй и песни. Даже самые юные участники уже могут давать мастер-классы и учить других правильно и красиво маршировать. Спину надо держать прямо. Ногу нужно поднимать и всегда держать прямую. А носочек надо тянуть? Да. Испытания в разных возрастных группах будут идти всю неделю. Итоги 12-го городского смотра конкурса «Есть такая профессия – родину защищать» подведут 16 февраля во Дворце культуры «Современник». Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». 1800 зареченцев приняли участие в ежегодной всероссийской массовой гонке «Лыжня России». На старт вышли спортсмены-любители разных возрастов – от 3,5 до 80 лет. Впервые в этом году был организован отдельный забег для дошкольников. Сотни малышей, некоторые в первый раз, отважно преодолели двухкилометровую дистанцию гонки. С «Лыжней России-2019» наш специальный репортаж. 1800 зареченцев вышли на старт 37-й всероссийской открытой лыжной гонки «Лыжня России». Для жителей закрытого города эти соревнования – пожалуй, второй по значимости и массовости зимний праздник после Нового года. Лыжи для зареченцев не какой-то абстрактный вид спорта типа керлинга, а образ жизни. Сотни горожан регулярно выходят на великолепную лыжную трассу, а ежегодная массовая гонка превращается во всеобщий праздник. Я желаю всем сегодня, конечно же, побед. Для всех они, победа разная. Для кого-то победа в том заключается, что сегодня кто-то встал с дивана и пришел сюда. Для кого-то высокое спортивное место, для кого-то быстрые секунды. Для всех победа разная, но все мы уже победили, потому что мы здесь сегодня заряжаемся отличным настроением и здоровьем. Еще до полудня, время общего старта по всей стране, гонку открыли спортсмены, боровшиеся за призы и награды. Пять километров до финиша в своих возрастных категориях быстрее всех преодолели Андрей Копылов, Алина Водовского, Екатерина Горяева и Роман Кулаженков. На соревнованиях Роман представлял войсковую часть 34-73. Уже я все участвую каждый год, но последние три года не довозил здесь участвовать. Я служил в Удмуртии, поэтому участвовал там, в соревнованиях. Основной состав у нас сейчас уехал на другие соревнования. А из тех, кто здесь в строю, наверное, у меня просто оказалась форма чуть лучше, чем у них. Сложная трасса была? Сложная в самом начале, очень рыхлая, и хорошего толчка не получалось. А там, в принципе, трасса в отличном состоянии, у нас ее готовят все временно. Постоянные участники Лыжней России и зареченские ветераны спорта. Кстати, самому старшему участнику 37-й гонки Вере Усанковой уже 80. А на финиш она пришла третьей, лишь немного уступив победителю Зои Севагиной и серебряному призеру Нине Леготиной. Как Лыжняя Россия бывает, так я всегда и участвую. Я молодая была, а сейчас уже много лет, и все равно участвую. Это праздник, молодость такая, но душа поет, настроение хорошее. Всем здоровья желаю, чтобы у всех все было хорошо-хорошо. Чуть за полдень после старта ВИП-забега с участием представителей руководства городских учреждений и предприятий начались массовые гонки. Студенты, школьники и их родители пробегали двухкилометровую дистанцию. На старт выходили целыми семьями. Я каждый год участвую в этом большом празднике, в нашем празднике большой нашей страны, Лыжня России. И внуки со мной, вот один здесь, второго сейчас еще жду, отстал немножко. Всем большого счастья, с праздником всем, всем большой радости, хорошей зимы. Впервые в этом году был организован отдельный забег для совсем юных лыжников. Детсадовцы, кто сам, а кто за ручку с мамой, папой или старшим братом, отважно проходили два километра по лесной трассе. Скажи, а ты первый раз на Лыжней России? Нет, не первый раз. Ты каждый год ходишь? Ну, третий раз. Молодец. Тяжело было идти? Да. Да? А что самое тяжелое было? Где сложнее всего было идти? Мне больше всех было сложнее идти, где было больше всех снега. Мне там было трудно идти. Ну, дошел до финиша? Да. Вам понравилось ходить на лыжах? Да! А в Лыжней России на следующий год будете участвовать? Да! Ну, еще бы, ведь на финише каждому участнику вручали медаль. С большой сцены горожан поддерживали вокалисты, в армейской палатке можно было погреться в ожидании церемонии награждения, неподалеку сфотографироваться символом прошлогоднего чемпионата мира по футболу волком-забивакой и, конечно же, подкрепиться гречневой кашей с ароматным чайком из полевой кухни. В общем, очередная лыжня России вновь стала большим общегородским праздником. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». На градообразующем предприятии открылась фотовыставка, посвященная почетному гражданину города Юрию Любовину. Юрий Петрович – один из плеяды создателей производственного объединения «Старт». В феврале 1955 года его назначили исполняющими обязанности директора строящегося в сурских лесах завода. Тогда он назывался «Почтовый ящик 46». А в июле того же года Юрий Любовин стал главным инженером предприятия и работал в этой должности 15 лет до назначения на пост заместителя главного технолога. Каким был Юрий Петрович на работе и в семейной обстановке, как много сделал он для становления градообразующего предприятия «Заречного», вспоминали на фернесаже ветераны завода и близкие Юрия Любовина. Одна из зареченских улиц носит имя человека, который стоял у самых истоков становления производственного объединения «Старт». Он приехал сюда в далеком 1955-м, когда не только города, но и завода еще не было. И оставался верен градообразующему предприятию 30 лет до самого ухода на заслуженный отдых. 8 февраля 2019 года исполнилось 110 лет выдающемуся заводчанину и зареченцу Юрию Любовину. Опытный инженер, талантливый руководитель, честный и порядочный человек. Таким помнят Юрия Любовина на производственном объединении «Старт». Придя на строящееся предприятие, исполняющем обязанности директора, через несколько месяцев он получил назначение на пост главного инженера, а через 15 лет стал заместителем главного технолога. Его вклад в становление и развитие пензенского приборостроительного завода переоценить трудно. Под его руководством на заводе был создан станочный парк, который многие годы определял возможности предприятия в освоении сложнейших заказов. У него опыт как технический, так и организационный до этого был накоплен. И надо отметить, он не просто верхогляд, как-то вот ага, он конкретно мог сказать, что вот тут там не пойдет или так далее. Он не боялся спрашивать ниже подчиненному, который как бы, чего там мальчишка скажем, или кого он знает. Он, ага, этот человек занимается этой проблемой, он, значит, может подсказать. Никогда не думал, что он какой-то высший там, это, любого, кто знал данную тему или вопрос, он его будет исправить, как равный. Технически грамотный специалист и опытный производственник Юрий Любовин занимался широким кругом проблем. При этом детально изучал любой порученный ему вопрос, работал с максимальной отдачей и требовал того же от других. Мы ездили несколько раз в командировку, вот я помню Сетунь, был такой ведь, да, Сетунь. Вот он, ну, замучил, он, я еще молодой довольно-таки был, он же замучил. Это запиши, это вот, ты посмотри, это вот, прикинь, без обеда. А вечером приходим, он подводит итог в гостинице. Это ты записал, это не записал, то есть вот энергия была, неиссякаемая энергия в этом отношении. Энергичным, полным оптимизма и жизнелюбия помнят Юрия Петровича и его близкие. Он шел по жизни, это его кредо было, я люблю тебя, жизнь, где бы он ни был, на отдыхе, там, где-то мы на даче, или мы в лесу, он всегда напевал это, всегда. Очень был, любил жизнь во всех ее проявлениях. Очень хорошим был семьянином, добрым, таким великодушным человеком, любил своих внуков, любил своих детей. Юрий Любовин ушел из жизни в 1993-м, а уже через год на производственном объединении «Старт» была учреждена первая заводская премия имени Любовина. Она была единственной премией, это было вообще новое дело, что вот в коллективе, завод, в 10-тысячном коллективе мы подводили ежегодно. Причем это подходили очень серьезно, это комиссия, это рассматривали темы. Мы ценились, и, ну, наверное, до сих пор ценится завод, то, что мы, у нас была технология лучшей в отрасли. Вот это я говорю совершенно точно, совершенно серьезно, это действительно так. И в этом огромная заслуга Юрия Петровича, одного из тех, кто закладывал традиции градообразующего предприятия. К 110-летию Юрия Любовина в маркетинговыставочном комплексе производственного объединения «Старт» открылась фото-выставка. Познакомиться с жизнью и деятельностью этого выдающегося человека может каждый зареченец. Вход свободный. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Завершается первый городской фестиваль интеллектуальных игр. Итоги выступления школьных команд будут подведены 15 февраля. А заключительным этапом стала игра эрудитов под названием «Ворошиловский стрелок». С подробностями Наталья Елистратова. Этап «Ворошиловский стрелок» завершает первый городской фестиваль интеллектуальных игр. Первыми в поединке умных и находчивых отстрелялись команды младшеклассников. Команды играли эту игру не все вместе, а перед игрой у нас была жеребьевка. Таким образом у каждой команды определялся соперник. Игра проходила в несколько уже туров, как понятно было. Играли в ней четыре человека от команды. Пятый был запасной. Командам необходимо было ответить на вопрос. Если человек знал ответ, он поднимал руку. За правильный ответ он убирал соперника. Из команды противника всех, кроме капитана. Капитан мог удалить любого человека. Таким образом игра продолжалась до последнего игрока в команде. В этапе «Ворошиловский стрелок» очень важно было отвечать не только правильно, но и быстро. Если игрок допускал ошибку, то выбывал из состязания. Не собрались. Не ответили. Какой сложный вопрос был для вас? Про знаков зодиака. Да. Их много на четыре буквы. Мне понравился именно сам жанр игры, то, что как-то по выбыванию. Но мне такое нравится. Больше всех правильных ответов в этапе «Ворошиловский стрелок» дали младшеклассники из школы номер 220. Они и стали победителями заключительного турнира в рамках фестиваля интеллектуальных игр. Как удалось победить? Сложно. Просто надо вспоминать, что изучали на уроках и из дополнительной литературы. Сложные были вопросы? Нормальные. Как кто знает эти вопросы? На некоторые вопросы кто-то знал ответы, а кто-то нет. На некоторые вопросы вообще ни одна, ни вторая команда не знали вопрос, ответы. А какой был самый сложный вопрос, на который затруднились ответить? Какая собака была в фильме «Бетховен»? Какой породы. И какая же? Не знаю. Не знаю. Не знаю. В конкурсном этапе «Ворошиловский стрелок» еще предстоит сразиться учащимся пятых, восьмых и девятых, одиннадцатых классов. После чего станут известны общие итоги фестиваля интеллектуальных игр. Победители будут названы в каждой номинации. Самая умная команда, по сумме всех этапов, набравшая наибольшее количество баллов, получит в награду большой кубок. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Подробнее о первом городском фестивале интеллектуальных игр мы сегодня поговорим с методистом информационно-методического центра системы образования «Заречного» Анастасией Савиной. Интервью студии после рекламы, а пока к другим новостям. Специальный приз, два диплома первой и один второй степени завоевал хореографический ансамбль «Родничок» на международном хореографическом конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга танца» в Ростове-на-Дону. Коллектив Зареченского дворца творчества детей и молодежи вновь подтвердил, что в искусстве, как и в спорте, жители небольшого закрытого города успешно конкурируют с представителями крупных региональных центров. Вариацию «Нуне» из балета «Арама Хачатуряна Гаяне» воспитанница хореографического ансамбля «Родничок» Лилия Жарикова исполнила на международном конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга танца» в Ростове-на-Дону. Девушка выступала в номинации «Классический танец соло». Изысканная и замысловатая восточная вариация требует от исполнительницы не только отточенной техники, но и соответствующего эмоционального состояния. Мне плеска, да, она под ухо, потому что она такая загадочная. Ее надо танцевать тоже с такой улыбкой, чтобы заворожить зрителя. Лилия Жарикова стала лауреатом второй степени конкурса «Радуга танца». Вместе с ней в хореографическом состязании приняли участие и другие воспитанницы родничка. В групповых выступлениях они продолжили восточную тему и исполнили танец девушек из балета «Гайны». Самое сложное, наверное, это пальцевая техника. Было очень страшно подскользнуться, упасть, но благо там было профессиональное покрытие. Участницы из Заречного представили на конкурс не только классические танцы. Девушки выступили и в номинации «Современная хореография» с номером «Кросс». И композиция на спортивную тему, и восточный танец, исполненный нашими юными балеринами, получили максимальные баллы от жюри. Мы уже на второй или на третий конкурс попадаем, где открытое судейство. Мне это очень нравится. То есть, если ты показал оценку, ты за нее ответил. Вот. Ну, соответственно, мы получили все десятки. В результате Зареченский ансамбль «Родничок» стал дважды лауреатом первой степени. А номер «Кросс» получил еще и специальный приз председателя жюри конкурса «Радуга танца». Первый городской фестиваль интеллектуальных игр. Какие перспективы у фестиваля его участников? Об этом и не только. Сразу после рекламы. Не переключайтесь. В день влюбленных в караване цены привлекательней, потому что в караване любят покупателей. Колбаса юбилейная. Хуторок. 180 граммов. 89,90. Сардельки мясные. Говяжьи. Стародворские колбасы. 209,90. Шоколад «Милка» в ассортименте. 90 граммов. 56,90. Мандарины. 65,90. Акция действует с 12 по 14 февраля 2019 года. Лови момент в караване. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. А в санатории «Березовая роща» еще и дешевле. С 9 января по 31 марта. Супер-акция. 1500 рублей в сутки на одного человека. 2600 на двоих. Телефон 56-49-49. Внимание! Сенсация! Только этой зимой ставим окна бесплатно. «Еврострой». Зачем атомному архиву электронные двойники? Что помогло приборостроительному заводу повысить производительность? Как на УКБМ оттачивают работу «Ритм-200»? Смотрите в среду в 20.00. Окна, лоджии и балконы со скидкой 50% от компании «Еврострой». Заводское производство. Гарантия качества. Телефон 30 38 33. Роскомнадзор предупреждает. Приобретение сим-карт без оформления договора небезопасно. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Редактор субтитров А.Семкин Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях методист информационно-методического центра системы образования Заречного Анастасия Савина. Добрый вечер, Анастасия. Добрый вечер. У нас впервые в этом году проводится интеллектуальный марафон. Что это такое? Кто в нем принимает участие? И вообще, что это за новая форма работы с детьми? Как родилась эта идея? Сегодня среди молодежи очень популярны интеллектуальные игры, причем различного формата. Начиная как с классической игры «Что, где, когда?» «Умники и умницы», так и заканчивая уже современными мозгобойнями и «60 секунд». Зареченские школьники также активно принимают участие в региональном проекте, который проводит Институт регионального развития интеллектуальной игры, и показывает достойные результаты. Так вот, ученики 220-й школы среди 44 команд в игре «Креатив. Бой» заняли третье место, а лицеисты буквально в прошлую пятницу сыграли «Что, где, когда?» и среди 37 команд заняли достойное второе место. Также зареченские старшеклассники вот уже третий год принимают участие в интеллектуальных играх, которые проводит московский центр «Сириус». Это игры «Проксима» и «Дельта Центавра». Вот. Также, как вы уже успели заметить, все эти игры проводятся для старшеклассников, а мы хотели бы включить в интеллектуальные игры начальную школу и среднее звено. Поэтому вот родилась такая идея провести такой городской интеллектуальный фестиваль для третьих и одиннадцатых классов. И этот проект, он также был подан на конкурс лучшей муниципальной практики госкорпорации «Росатом». Вот скажите, то есть вы просто решили объединить все игры в одно, в некий такой вот фестиваль-марафон, и еще подключать туда более младших ребят? Да, совершенно верно. Что это за марафон? Из чего он состоит? Какие там есть номинации, направления? Фестиваль состоит из четырех номинаций. Как я сказала, уже он делится по возрастным категориям. Это третий, четвертый, пятый, восьмый и девятый, одиннадцатый классы. Команда пять человек. То есть, таким образом, у нас в нем приняли участие 105 человек. Номинации фестиваля – это, безусловно, классическое «Что, где, когда», но немного изменены в ней правила. Это своя игра, где каждый игрок играет сам за себя, и результат команды уже складывается за счет результата каждого игрока. Это интеллект-бой, и вот сегодня уже участники попробуют себя в игре «Ворошиловский стрелок». Ну, вот сегодня завершился уже, можно говорить, фестиваль, да? То есть, вот «Ворошиловский игрок» – это «Стрелок», простите, это была последняя номинация? Да, это была последняя номинация фестиваля. Скажите, а вот кто составляет вопросы? Откуда вы их берете? Вы их черпаете на просторах интернета? Вы составляете? Или это некая специальная команда? Или откуда-то вы берете вот эти вот вопросы, которые специально созданы? Вопросы берутся из базы данных «Что, где, когда» и различных других фестивалей и конкурсов, но они подбираются таким образом, чтобы было удобно и третьим-четвертым классам, то есть это в основном детские загадки, но они не такие простые, как казалось бы. Это ребусы, шарады, это вопросы, касаемые мультфильмов, кино и так далее, пословицы, поговорки. Если говорить о вопросах пятого-восьмого класса, то здесь уже вопросы из тем по истории, географии, мировой художественной культуры и так далее. Девятые-одиннадцатые классы здесь уже вопросы на логику, на мышление, креатив даже, скажем, умение что-то сопоставлять и исключать лишнее. Скажите, а вот как ребята себя показывают? Как проявляют? Вы, наверняка же есть некая экспертная или конкурсная комиссия, которая отсматривает это, да? Как ребята себя проявляют? Насколько действительно они умеют... Ну, складывается такое впечатление, да, у многих взрослых, я хотел бы сказать, что дети сейчас, они, ну, ничего не знают. То есть они вот где-то живут на просторах виртуального мира, да, во всемирной паутине, и, собственно говоря, знаниями-то особыми они не располагают, и если что-то нужно, то они просто вот в телефон ткнул, посмотрел. Действительно ли это, или это все-таки предубеждение некое у взрослого населения складывается? Действительно ли ребята умеют мыслить? Действительно ли они обладают некой базой, да, знаний, эрудиции? Умеют, и надо сказать, что у них это неплохо получается, несмотря на то, что третий-четвертый класс, они впервые работают в таком формате. Игры проходят без помощи различных гаджетов, то есть это только собственные силы, интуиция и так далее. Команды работают очень сплоченно, выслушивают мнение каждого, там что-то записывают, кто-то где-то говорил, я это слышал, давайте сделаем вот так. И в основном вот бывают интересные ответы, неверные, к сожалению, но очень интересный ход мышлений. Вот что дальше? То есть вот сейчас впервые вы сказали, что в этом году вы подключили к этим вот интеллектуальным играм младшеклассников, дальше вы планируете каким-то образом это развивать? Я думаю, что может быть еще год сыграть в таком формате, чтобы они более адаптировались, а дальше возможно включить либо другие номинации, потому что прогресс не стоит на месте, что-то новое, либо возможно включить сюда родителей как вариант и играть с ними. Да, вот то есть как готовятся команды? Вот вы сейчас сказали подключить родителей, но ведь команды формируют кто, как отбираются, вот ребята для участия в этой команде, или это только просто по желанию? Команды формирует сама школа, и уже эти заявки присылаются нам, то есть это все на их усмотрение. Но выбирают, наверное, тех, кто уже имел какой-либо опыт, а среди начальной школы те, наверное, кто показали себя в каких-то различных конкурсах. И дальше что? Вот смотрите, ребята поиграли, дальше что? То есть все время должен быть какой-то стимул. Безусловно. Да, вот этот стимул для них в чем заключается участие в фестивале интеллектуальных игр? У нас 15 февраля пройдет закрытие фестиваля, и там в каждой номинации фестиваля, то есть в каждой игре и в каждой возрастной категории команда-победитель получит кубок. И, соответственно, мы наградим абсолютного победителя в каждой возрастной категории большим кубком. То есть мы его очень сильно наградим. Вот скажите, а затем ведь наверняка сейчас, сейчас ведь как, школьники, которые стремятся к чему-то большему, уже определили свой некий такой жизненный план, наметили, понятно, что он может поменяться, но для того, чтобы куда-то двигаться дальше, создается некое портфолио, создаются некие вот, может быть, даже в сети интернет. Опять же, если, например, подавать заявку, ну, хотя бы для того, чтобы поехать в Артек, скажем, да, там же обязательно нужно портфолио, некие достижения. Вот ребята, которые поучаствовали в этом фестивале интеллектуальных игр, они тоже смогут включить участие свое, свои победы в свои достижения. Конечно, да, у них будут сертификаты, дипломы, также руководители команд, которые их готовили, они получат благодарственные письма. Что ж, большое спасибо вам за участие в нашей программе, и будем надеяться, что вот этот вот первый, блин, не будет комом, не стал комом уже, поскольку он завершился 15 февраля, мы посмотрим, кто же стал самым умным и самым эрудированным в Заречном, ну, а дальше только процветание и только движение вперед. Спасибо. Спасибо. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова